Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает сам Ацикенов, сурдоперевод Джангуль Жунусовой. И в начале выпуска коротко о главных событиях. Центральный парк будет сдан в эксплуатацию в этом году, а Кимгородов вместе с руководителями отделов ознакомился с ходом реконструкции объекта. В школах, где количество учащихся в классах превышает 25 человек, будут созданы дополнительные группы. Об изменениях и нововведениях четвертой четверти рассказала руководитель отдела образования. 27 марта – Всемирный день театра. В Семее этот праздник под одним шаныраком отметили коллективы трех театров. Об этих и других событиях более подробно. Аким Семеян, урумбец Актаганов, совместно с руководителями соответствующих служб, осмотрел ход реконструкции Центрального парка и ознакомился с ситуацией на дорогах по улице Дулатова и проспект Ауэзова. Отметим, что реконструкция Центрального парка была начата в 2019 году и на данный момент она еще продолжается. В эти выходные данный объект вместе с руководителями городских отделов посетил Аким Семеян, урумбец Актаганов. Осмотрев объем проделанной работы, градоначальник дал соответствующие указания по устранению выявленных недочетов. В частности, им было поручено в апреле возобновить ремонтные работы на объекте и завершить реконструкцию Центрального парка до 1 июня текущего года. Далее, нурмбец Актаганов побывал на улице Дулатова. На данный момент здесь ведется реализация проекта по модернизации водопроводных сетей от улицы Пристанская до улицы Байсеитова. Срок завершения проекта 1 июня 2021 года. Согласно гарантийным обязательствам, по улице Дулатова будут проводиться работы по подсыпке и градировке, так как из-за снеготаяния и обильных осадков проезжая часть пришла в негодность. Полное восстановление дорожного покрытия по договорным обязательствам должна будет произведена в мае текущего года. Данный вопрос находится на контроле. Затем Аким Семея ознакомился с ситуацией на проспекте Ауэзова. Здесь в 2020 году также были начаты работы по проекту реконструкции водопроводных сетей. Сейчас на отдельных участках дороги видны разрушения асфальта. Дорожное покрытие будет восстановлено согласно гарантийным обязательствам в весенний-летний период. Также на своей странице в Facebook Нурмбец Актаганов принес свои извинения жителям Семея в связи с неудобствами, вызванными скоплением талых вод в отдельных районах города. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Все ваши критические замечания будут учтены в нашей дальнейшей работе, написал Аким Города в своем аккаунте. Жилой район Карагайлы продолжает развиваться и расти. Ведется активное строительство многоэтажных жилых домов, развивается инженерная инфраструктура. Также в ближайшие годы в данном районе предусмотрено строительство еще нескольких детских садов, школ, общежития, университета и строительство реабилитационного центра на 150 мест. Молодой и быстро развивающийся жилой район Карагайлы сегодня у многих на устах. Издалека виднеются яркие современные многоэтажные дома. Именно они открывают вид на новый район. Сегодня здесь уже возведены и сданы в эксплуатацию 26 жилых домов. Это около 2000 квартир. Продолжается активное строительство жилья. Планируется, что в этом году в эксплуатацию будут сданы еще одно арендное и 14 ипотечных домов. В настоящее время ведется строительство 32 жилых домов. Это 173 тысячи квадратных метров жилья, то есть 2200 квартир. В этом году планируется завершение строительства еще 15 жилых домов. На данный момент разработан план на 2020-2025 годы, в рамках которого планируется завершить строительство около 130 жилых домов в этот период. Для горожан и жителей данного района своей двери уже открыл культурно-спортивный комплекс «Арена». Работает детский сад на 320 мест и президентская школа. В ближайшие годы в этом районе предусмотрено строительство еще нескольких детских садов, общеобразовательных школ, общежития университета, строительство реабилитационного центра на 150 мест и крупного торгового центра. Карагайлы строятся на наших глазах, чему мы очень рады отмечают жители жилого района. В Карагайлы живем уже полтора года, нам очень нравится этот район. Здесь очень быстро строятся дома. Надеемся, что в будущем здесь будет еще лучше. Если сравнивать с другими районами, мне кажется, здесь очень красиво. Уже почти год живем в жилом районе Карагайлы. За этот год уже построено несколько домов. Что касается нашего дома, то он очень теплый, просторный. Нам нравится этот район Карагайлы, как будто в другом городе живем. Вот видите, дороги сделали, установили остановочные павильоны. Нам все нравится. У нас здесь рядом есть фитнес-клуб, строятся новые дома, школа, работают детский сад. Постепенно создаются все условия для жителей. Не секрет, что строительство жилья для очередников несколько лет было заморожено, из-за чего их количество увеличивалось. Однако с началом возведения нового района у многих появилась надежда на собственное жилье, говорит заместитель руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции Диана Шаяхметова. Действительно, благодаря строительству нового микрорайона Карагайлы намного разгружена очередность. На сегодняшний день у нас состоят в очереди 11 858 человек. И, конечно, это большой плюс для наших очередников, то, что жилье устроится по различным программам. Одна из тех, кто сейчас живет в собственном доме – Резагуль Копасова. Перед тем, как получить квартиру, женщина стояла в очереди 25 лет и дождалась его. Останка прямо в длину дома. Рядом останавливается, очень удобно. Рядом детсады, школы строятся, новые дома строятся. Я знаю, что будет еще лучше, озеленение будет, еще больше будет развиваться Карагайлы. Только в прошлом году в жилом районе Карагайлы было выдано 254 квартиры многодетным семьям, инвалидам первой и второй групп, пенсионерам по возрасту и детям-сиротам. В текущем году также планируется выдача арендного жилья без права выкупа еще 72 очередникам. Бахатгуль Казес, Ельжан Макзумов, телеканал «Семей». В Казахстане вакцинировано более 122 тысяч человек, передает Казинфорум. По информации на 29 марта, первым компонентом вакцины в общей сложности привито 122 701 человек, вторым компонентом 31 422 человека. Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что в апреле в страну будет поставлено 3 миллиона доз вакцины против коронавирусной инфекции. Недавно две вакцины, разработанные казахстанскими специалистами на основе нанотехнологий, были зарегистрированы Всемирной организацией здравоохранения. С начала вакцинации против коронавируса в стране прошло два месяца. В первую очередь вакцинацию прошли медработники. По данным Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, на данный момент против коронавируса в регионе вакцинировано 7 274 медработника. На втором этапе вакцинации, который начался сегодня, вакцинацию пройдут представители правоохранительных органов и учителя. На сегодняшний день Восточный Казахстан полностью обеспечен вакциной. Сейчас в регионе насчитывается более 10 тысяч доз вакцины. До апреля планируется закупить еще 11 200 доз. Продолжаем выпуск. Четвертое четверть текущего учебного года начинается с 1 апреля. Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики, обучение во всех школах страны проводится в смешанном формате. При этом администрации школ должны строго соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования по организации учебного процесса. Подробнее об изменениях и нововведениях в четвертой четверти рассказала руководитель городского отдела образования Наталья Фисенко. В третьей четверти школьники учились в смешанном и традиционном формате для детей с 1 по 5 классы и учащихся выпускных классов. Учебный процесс был организован в школах. Теперь с четвертой четверти к ним присоединяются ученики 6, 7, 8 и 10 классов. Единственным и главным условием при обучении школьников в обычном формате является строгое соблюдение санитарных требований. По правилам в классе должно быть не более 25 детей. То есть есть санпин, в котором определено, что площадь на одного ребенка составляет 2,5 метра. В соответствии, каждая школа будет определять, сколько детей можно посадить в один класс. Если квадратура чуть больше, то, возможно, это будет большее количество. Вместе с тем на сегодняшний день есть школы, где количество учащихся в классе превышает 25 детей. В такой ситуации возникает вопрос, как остальные учащиеся будут посещать уроки. По словам руководителя отдела образования, в предстоящей четверти будут созданы соответствующие условия для посещения занятий всеми учащимися. Осталось три дня до начала четверти. И мы проводим работу со школами, смотрим, как будет у них организован учебный процесс. Допустим, если в школе 4 класса, то будут учащиеся, если превышение идет более 25, для остальных учащихся будет организована дополнительная еще группа или класс. И таким образом все будут иметь возможность обучаться. В отношении выпускных классов есть некоторые изменения. Напомним, что в прошлом году из-за пандемии они были освобождены от экзаменов. В этом году итоговую аттестацию ученики 9 классов будут сдавать с 27 мая. А для учащихся 11 классов экзамены будут проходить с 1 по 10 июня. Есть изменения в итоговой аттестации. Учащиеся 9 классов будут сдавать вместо 4-х 3 экзамена в этом году. Это они будут писать эссе по родному языку, контрольную работу по алгебре и контрольную работу по казахскому языку в русской школе и русскому языку в казахской школе. А в 11 классе 4 экзамена будет на итоговую аттестацию отведено. Начинается она с 1 июня и учащиеся также будут писать эссе по родному языку, затем по алгебре и началам анализа, контрольную работу. И по двум предметам казахский язык в русской школе, русский в казахской и история Казахстана будут писать тест. Также с этого года произошли значительные изменения в системе единого национального тестирования. Теперь проведение ЕНТ начнется с 10 апреля и продлится до 30 июля. Каждый выпускник самостоятельно решает, будет ли он участвовать в тестировании или нет. Зарегистрироваться на участие в ЕНТ можно через сайт. Надо сказать, что в четвертой четверти на каждый урок уделяется по 40 минут. В случае, если ребенок заболеет, он сможет обучаться дистанционно на основании заявления родителей. Отметим, что требования к образовательному процессу могут изменяться в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе. Сама Цикенов, Бердебекармбай, Айдос Айткалиев, Телеканал Семей. К другим темам. На учебном полигоне ШГС военнослужащие войсковой части 28738 провели контрольно-тактические занятия с учебно-боевыми стрельбами из пушки «Гиацинт». В ходе выполнения нормативов расчеты провели стрельбы из основной огневой позиции с применением осколочно-фугасных снарядов. В ходе выполнения практических упражнений личный состав артиллерийских подразделений показал отличную подготовку, поразив все мишени. Артиллерийские расчеты войсковой части 28738 провели боевые стрельбы из 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт». Данный вид вооружения относится к крупнокалиберной артиллерии и предназначен для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств и боевой техники противника. В рамках плановых практических занятий на учебном полигоне ШГС артиллерийские расчеты войсковой части 28738 отрабатывали нормативы по приведению в готовность 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт». Также они провели учебно-боевые стрельбы. В сухопутных войсках и непосредственно в войсковой части 2838 согласно плану боевой подготовки проводится слаживание взводов. Итогом слаживания взводов являются контрольно-тактические занятия. На контрольно-тактических занятиях личный состав выполняет нормативы по специальной подготовке, тактические действия и огневые задачи. Надо сказать, что пушка обладает внушительными габаритами. Ее прицельная дальность стрельбы составляет 28,5 километров. Максимальная дальность полета снаряда превышает 33 километра. Стрельба из пушки ведется разработанными специально для нее боеприпасами. В ходе практических занятий огонь из пушки проводился по мишеням, имитирующим бронетехнику и защитные сооружения условного противника. С личным составом батареи провожу контрольно-тактические занятия. Личный состав батареи на контрольно-тактические занятия отнеслись серьезно, готовы. Личный состав батареи показывает хорошие и отличные результаты. Мы находимся на полигоне Шигыз. Мы на отлично выполнили поставленные перед нами боевые задачи. Нас научили вести огонь из пушечного вооружения. Я показал хорошие результаты. Спасибо сержантам и командирам. Я считаю, что каждый гражданин Казахстана обязан пройти воинскую службу. В ходе выполнения нормативов пушечные расчеты провели артиллерийские стрельбы из основной огневой позиции с применением осколочно-фугасных снарядов. Личным составом были выполнены соответствующие практические упражнения и достигнуты все поставленные цели учебно-боевых стрельб. Самат Секенов, телеканал «Семей». 27 марта – Всемирный день театра. Эта дата была утверждена 9-м конгрессом Международного театрального института в 1961 году. Традиционно в театре разыгрывают два наиболее популярных жанра – комедия и трагедия, символами которых стали театральные маски. Согласно историческим данным, первая театральная постановка состоялась в 2500 году до н.э. В нашем городе этот праздник под одним шан и раком отметили коллективы трех театров. Однако в связи с пандемией в этом году день театра состоялся без зрителей. Не зря говорят, что театр начинается с вешалки. Если раньше в храме искусства можно было увидеть не только актеров в различных костюмах, но и нарядно одетую публику в честь очередного спектакля, то в этом году артисты трех театров нашего города отметили день театра без зрителей. Три театра прекрасно работают, живут под одним шан и раком. И я хочу их поблагодарить за их труд и сказать им правду. До пандемии охватившей весь мир знаменательную дату отмечали художественные коллективы региона с различными праздничными мероприятиями. В связи со сложившейся эпид-ситуацией, соблюдая санитарные ограничения, день театра вынужден отмечать без зрителей, говорит директор государственного казахского музыкально-драматического театра имени Абая. В целом в предыдущие годы мы вместе с Ускаменогорским театром, Русским театром, Казахским театром, нашим молодежным театром Даригаай, театром имени Достоевского, объединившись все шесть театров по очереди, праздновали один год в Ускаменогорске, один год в Семее. Надеюсь, что в будущем мы избавимся от всех этих эпидемий и вместе с народом отпразднуем такие грандиозные праздники в нашей стране. Театр – это место, где человека воспитывают в культуре. Он призывает к таким человеческим качествам, как доброта, честность, красота. А то, что в зале много зрителей вдохновляет и дарит хорошее настроение артистам, вышедшим на сцену, говорит директор Русского драматического театра имени Достоевского. Несмотря на пандемию, артисты трех театров города ежедневно предлагают свои спектакли. Сегодня проходит торжество в другом формате. У нас здесь работает более 240 человек, поэтому, так скажем, помещение закрыто для зрителей, но будет трансляция в режиме онлайн. И это, тем не менее, все равно праздник для творческих работников, для тех, кого не видит зритель, для технических работников. Это праздник в душе, это праздник сегодня вылиться и на сценической площадке. В ходе праздничного мероприятия руководитель молодежного театра Даригай поделился планами на будущее. Творческий коллектив намерен взять на себя ответственную постановку на тему статьи президента «Независимость дороже всего». В этом году в городе Казань пройдет фестиваль «Науры» среди тюркоязычных народов. Для нас большая радость, что мы прошли отбор на этот фестиваль. Он будет в июне. Сейчас мы проводим большую репетицию. В прошлом году был спектакль, посвященный 175-летию Абая. Со спектаклем «Гажаиб» «Трагедия Се» мы прошли отбор и сейчас готовимся к этому международному фестивалю. В ходе праздничной программы были поставлены спектакли, подготовленные тремя театральными коллективами. Ко дню театра были вручены почетные грамоты Акима города и благодарственные письма секретаря Маслихата. Награды областного управления культуры и городского отдела культуры и развития языков. Также артисты получили награды в различных номинациях. В Татарстане в городе Казань завершился лицензионный кубок мира по фехтованию. В итоге восточно-казахстанский спортсмен Руслан Курбанов завоевал путевку на Олимпиаду. Теперь нашему земляку в этом году предстоит защищать честь страны в столице Японии – Токио. Руслан Курбанов входит в шестерку спортсменов, получивших лицензию на Олимпиаду по рейтингу Международной Федерации Фехтования. Отметим, что Руслан родился в 1991 году в городе Усть-Каменогорск. Стал бронзовым призером чемпионата Азии по фехтованию, серебряным призером универсиады 2013 года. Также он неоднократно выступал в качестве призера на этапах Кубка мира. 32-е летние Олимпийские игры 2020 пройдут с 23 июля по 8 августа в городе Токио, Япония. На сегодняшний день спортсмены восточно-казахстанской области завоевали уже три лицензии. Это Кайсанов Даниар по вольной борьбе весовой категории 74 килограмма, Рыбакова Ольга в легкой атлетике в дисциплине тройной прыжок и Курбанов Руслан в вид спорта фехтования в личном зачете дисциплина шпага. Воспитанник восточно-казахстанской области, как я уже сказала, Курбанов Руслан, недавно выступив на этапе Кубка мира в городе Казань, Татарстан, заработал мировые рейтинговые очки и таким образом завоевал путевку на Олимпийские игры. Напомним, наши новости вы также можете увидеть на сайте семей.тв.кз. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»